всем привет ребят ну что у нас сегодня очередной тестовый видос и сегодня мы будем с вами собирать и говорить про локацию которая в принципе убита но который можно еще собрать все-таки неплохой дав и будем говорить о таланте с о священный огонь и о таланте огненная защита это два топовых таланта на дав и как вы знаете я вам уже показал видосик с зефиром который просто тупо игнорирует дав сейчас я вам это покажу вот таких вот тут у нас два персонажа big food собран на уклонение вот у меня шесть уклонов плюс хрон который имеет о зажку я специально поставил он собран без уклонения тут грубо говоря стойкостью поехали на второй аккаунт просто покажу разницу и нюансы какие есть чтобы вы понимали при сборке на дав я уже прокачал зефира правда не максимальный еще скилл пока только 12 докачаем докачали героев то есть зефир собран под битву гильдий я просто питомца не ставлю чтобы здание не разбивал пока то есть такой вот зефир им проходят вот мы спорили ребята пока тест показывает что такой зефир очень круто сливается я вам сейчас еще нюансы какие покажу какие есть чтобы сто процентов сливался в общем такой вот вариант зефира выживание плюс маскировка поехали посмотрим нюанс мы пока тестируем не самого зефира мы тестируем таланты у нас стоит час огненная защита смотрите внимательно на урон зефира 9 то есть не максимальная просто девятка вот миссы идут как видите немножко уклонения сразу же миссы дают и смотрите на урон хрон включился 27000 это при включенном скеле его по bigfoot у проходит у нас 54 но есть нюанс посмотрите внимательно на зефира как он практически слился до часа поменяю немножко состав так что вы понимали уже стоит ставить вместе с огненкой но практически практически но это два героя ребят это пока только два героя сейчас вы все нюансы увидите потому что многие любят посмотрели минуту и уже начинают писать умные комментарии а вот за херня заблокируется это понятно этого мы сейчас с вами дойдем так идем обратно на наш первый аккаунт теперь ставим сюда ворожая с огненной защитой вы видели что зефир практически сливался ставим ворожая вот такой вот ворожай сборка как видите максимальная то есть и у меня он собран с фулл уклоном то есть фуловый полностью уклон в таком варианте вы сейчас увидите по зефиру что с ним будет а просто не запускал 2 аккаунта уже он так то есть цифры вы запомнили 54 тысячи атакуем смотрите внимательно на хп зефира в данном случае когда у вас стоит огненная защита и уклонение в данном случае в большинстве где-то процентов так 50 он будет не попадать то есть варианта с уклонами скажем так слить его намного меньше то есть если вы ставите огненную защиту не надо собирать герой на фулл уклон видите он не так проседает ну конечно он тоже просядет в итоге но все равно не такой вариант то есть немножко миссы идут конечно не так но есть а если бы не было миссов то фактически каждый удар это сразу же слив вот он лям себе восстанавливает но получше он здесь живет это такое то есть миссанул не получил от хилл но опять же без миссов огненка по ней будут все время попадать все время будет слив то есть нюансов очень много разных смотрите дальше сразу же тестируем как видите проходит по героям 54 тысячи то есть 54 к проходит по героям поехали обратно на тот же аккаунт сразу за тестируем молчанки каким образом можно обезоружить огненку я просто уберу выражая почему я вам сейчас расскажу поставлю сюда обратно хранителя вот наш хрон так сакий все-таки надо два аккаунта то я замахался вот это вот переходить два аккаунта намного лучше запускает сразу уже в следующем видосе вам таки сделаю но с вас конечно же лайки я надеюсь вам будет это полезным для тех кто хочет сделать топовый да такс поехали смотрим в данном случае мы выпускаем опять зефира у нас остается пятьдесят четыре тысячи вы не видеть видите не зря здесь ару и землеройку то есть входящий урон по героям пятьдесят четыре тысячи если попадает вот пятьдесят четыре к теперь смотрите внимательно я выкидываю землеройку и сразу же урон под молчанием 108 тысяч то есть если у вас проходит молчание ну землеройка тоже сольется об отражалку но он частично напакостить на есть видите героев подслили мы из-за того что входящий урон опять опять 54 то есть два раза какой вариант блокировки для данного таланта это конечно же один из это землеройка молчание есть еще питомцы которые накидывают молчание но опять же вы не сможете идеально все сделать плюс есть еще у нас такой персонаж ара плюс фоба если я не ошибаюсь тоже накидывает то есть давайте сейчас я хочу просто ару собрать даже такого ару соберем с моим укачнем ремочку ремка есть ремки к сожалению нету просветики мы прокачаем до ремки я вам покажу еще один вариант блокировки вроде как бы понятно там 30 прорывы если мы сейчас нюансы вы сейчас увидите все то есть такой вариант героя тоже принципе он блокирует ара тоже используется можно огника блокировать многие герои можно заблокировать но опять же есть питомцы которые снимают этот баф точнее д д д баф от обратку эту так давайте еще ара тоже убивается землеройка для этого надо землеройку качать с подашкой плюс ремка для того чтобы он не сливался об отражалке то есть такой вариант в принципе тоже вполне вероятен я уже не один раз говорил что некоторым героям подашка нужно вот на битве гильдий и такие вариации тоже будут довольно таки неплохие вот опять зависит от того какими ресурсами вы можете располагать на своем аккаунте да мана просто ух улетает и мана и золото то есть сама суть зефира если вы хотите обезопасить себя от зефира я еще до тестирую то все-таки лучше огненка плюс если вы будете качать ее на максималку на десятые скиллы огненка тоже очень круто заходит на понижает она единственное что блокируется она дает хп то есть она дает нормальный плюс хватит нам какую-то ремку вот на восьмерку нам хватает даже докачаем до 200 вот такой вот ара он тоже будет прелестно блокировать огненки пусть зарядится вот он начал их бить 54000 выпускаем своего ару и смотрим внимательно вот ара заблокировал отдал опять . у нас тут есть смотр опять же видите нюанс смотритель потому что там больше нечему снять вроде как бы сейчас зайдем и посмотрю у нас принципе там по времени по таймингу то есть еще один вариант это блокировки это ара он тоже блокирует но он на сегодня не такой живучий так у нас тут получается печаль к хрон с этой фракции от этой фракции надо кого-то поставить надо поставить ронина оставим ронина давайте просто родина даже поставим здесь будет bigfoot плюс ронин то есть один у нас останется зато у нас не будет смотрителя а 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 ну давай заходи что такое а а английский сервис это последнее время он начал реально подвисать то есть варианты блокировки огненки на сегодня довольно таки разные то есть ара есть фоба который может накинуть земли ройка который вроде тоже страшно но это все убирается одним героем сейчас я вам это покажу надеюсь он еще запустится вот отлично кидаем опять уже смотра у нас не будет вот пятьдесят четыре тысячи у нас проходит а блин я думаю что за фигня вот сто восемь кинули мы молчанку то есть тоже блокируется огненка хорошо такой вариант тоже вы увидели теперь как сделать так чтобы не блокировалась просто элементарно у вас у каждого на топ дефе есть ворожай ворожай имеет одно очень кайфовое свойство раз мы зайдем на ворожая где-то там блин каждый алтарь разный где-то я его уже потерял что за фигня что то я втыкаю так где ворожай красная фракция у нас по фракциях они не разбиты слепой короче стал вот он совсем другой скил ворожай во первых классный дебаффер хиллер и самое основное он имеет иммунитет к молчанию и плюс он снимает все негативные эффекты то есть в данном случае если я поставлю сейчас обратно на первую базу на свою основу ворожая можно с огненкой смело ставить смело ставим его с огненкой в данном случае это вот такой вот ворожай смотрим внимательно что у нас получается даже на тринадцатом скилле вот я вам покажу на тринадцатом то есть на максималке у нас идет 6 героев то есть он уже полностью всех сразу печет поехали на второй аккаунт показываю вам еще раз плюс у нас такие герои как зефир заряжают ну то есть очень много по сути вы сейчас поймете в чем суть видоса что со у нас на сегодня просто не актуально ну как не актуально она актуальна для многих локаций но но я имею ввиду дав на битве гильдии она уже не то именно в топах так съесть поехали нападаем сейчас у нас будет отхил конечно у нас сольется сразу же потому что выражает автопрокер год по героям сейчас мы его будем заряжать ну вот минус видите по нем очень мало попадает наш зефир посмотрите внимательно я выкидываю вот раз выкину и молчанки нету а и там у нас еще и тотем так надо еще раз тот ему поснимать было закидываем зефира и она зефире тестирую потому что на нем очень удобно тестировать и он сегодня используется во всех топах сейчас мы тотем так отлично есть все а вот ара ударил смотрите внимательно я выжидаю когда выражай разключит свой скилл так давай еще разок вот он включился смотрите внимательно блокировка от моего от моей землеройки просто ушла нафиг соответственно если у вас будет стоять в дефе охненки плюс ворожай с воодушевлением которого будут заряжать либо не будут заряжать без проблем они будут сливаться то есть такой вариант очень идеальный очень крутой единственный минус это надо меньше уклонений то есть чтобы по вашим героям попадали все равно питомцами будут сносить но опять же в большинстве случаев вот такие вот зефиры будут сливаться если будет все идеально сделано то есть немножко уклонения либо не будет уклона вообще то есть это будет вообще идеально но опять же герои будут не актуально на других локациях но мы в данном случае говорим именно в битве гильдии и теперь я вам показываю нюанс о кое-каке священным огнем то есть мы ставим героев и героев вроде кайфовых классных все ссо вот я ставлю сюда махатму который там мира и то же самое думаю мы потестируем скоро 10 дальше ворожая ставим сессу даже три таких героя будут замахался вот это переходить ничего не сделаешь все равно надо выходить с аккаунта так или иначе чтобы быстро она переходила так и теперь самый-самый тест самое интересное почему огненка на сегодня для некоторых героях топовая лучше всего потому что с момента введения зефира у него работает у него есть как бы иммунитет когда вам противника то есть он бьет чистый он наносит чистый урон соответственно смотрите на bigfoot а внимательно и на остальных героев что вы видите во первых нету отражалки по нему столько то есть у нас отражает в данном случае только один бег по которому проходит два раза меньше урона это раз во вторых герои остальные получают 108 к в два раза больше урона это 2 то есть по сути да у них там увеличена там 120 процентов по моему на десятке но их не вода по вот против например зефира нет то есть он бьет чистый наносит чистый урон понятно что остальные герои будут наносить тоже немало сейчас мы возьмем даже ради интереса поставим фрею посмотрим сколько пока он фрея бьет но в реальности то есть если говорить о битве гелии на сегодня о зажко все таки будет одним из топовых вариантов но есть очень много нюансов но есть много нюансов как допустим не слиться да там может точнее чтобы можно поставить психо щиты можно поставить рудольфа питомца для уже чтобы за не блокировалась вариантов тоже очень много плюс ворожай которая вам показал тоже очень крутой поехали попробуем сейчас чисто нас или я вам уже в следующий раз делаю по поводу входящего урона я сделаю десятые огненки специально ради теста чтобы вы видели ну и нам надо будет когда мы сделаем максимального зефира ради теста что же все таки лучше в общем с того что вы увидели я думаю вы поняли что все таки у за на сегодня реально очень круто до нюансов как бы много и с тем и с тем но для таких героев как зефир тот же самый с о зажкой он будет получать два раза меньше урона огник с о зажкой фрея с уже созда и блокирует это понятно но это лучше чем песок вот так вот посмотрим что у нас будет уже в обнове ну пока вот такой вот тест лепите лайки ждите новых видосиков с данной серии всем удачи всем пока